МАДХАВАМ МАДАНА КЕЛИ ВИПХРАМЕ МАТАЯ САТАРА СИДЖИОНА ПХАВАТЯ ТАТИТАМ СУМУКИ ВИКШЬЯКИМ ТВАЯМ ГУДХАХАСЬЯ ВАДАНА ПХАВИШЬЯКИ Перевод О СУМУКИ О СУМУКИ Прекрасно ликая девушка Обращается кинкарик своей О СУМУКИ ФЕР ФЕЙЗГЁН Когда же молиться, да, мы должны, я от себя добавлю, то есть мы должны представлять, То есть это Рагунат, кто поет, молится и плачет, да, и вот в своем видении, да, как служанка он себя видит, и вот он видит игру, да, и он обращается, да, вот его сокровенное самое Когда же Да, и вот маленькая девочка говорит, да, мы должны понимать, одна из наших гурудеви, да, кинкари, манджари сламини, она, да, она восхищается, когда же, когда же я буду скрывать свою улыбочку, когда ты в притворном гневе, в притворном любовном гневе Гордо бьешь мадхову твитком лотоса И это Смол Кинкарев Шимати Радика Тулси Манжари is telling When will I secretly smile when I see you proudly and an example beating with your play lotus during your love sports? Да, когда же я буду скрывать улыбочку, когда ты в притворном гневе бьёшь, гордо, в притворном гневе гордо бьёшь, Мадха, цветком лотоса, когда во время любовных химий он допустит хотя бы крошечную, мельчайшую оплошность служения тебе, Флами. And in which moment Шимати Радика will beat Киомадова, Тулси Манжари, then he will make smallest, smallest mistake in his service to you, Гораде. Да, и давайте вот остановимся, да, вот на этом, на этой картине маленькой, да, не пойдём, как учит нас Гауранга Сундара, да, наш хорватский любимый, да, как Гуру Дэф это учит, ну, то есть, как Ананта Дасбабаджи говорил, что между, вот, между каждого вот слова, да, вот это, вот этой картины, этой молитвой мы должны как рыбки, Кинкари, говорится, как маленькие рыбки, вот в этих, в расе, в океане расы Радки, с ламини нашей. Да, и вот здесь давайте вот остановимся, что вот это состояние, оно восхищается нашей служанкой, да, то есть, она скрывает улыбку, представляете, что вот эта молитва, да, вот эта картина, в каком величайшей вот Ананде радости, да, в состоянии вот встречи и любви, что Рада Мохана. Ну, не знаю, путано говорили, наверное, Рады, Рады. Now to Simanjari feeling so much happiness, so much Ананда, by witnessing the happy meeting of her beloved Radha and Mohan. Да, и наша Манджари, да, Рати Манджари, Туласи Манджари, она, да, она восхищается Радхикой, о, Рада, когда же я буду скрывать улыбку, когда ты в притворном гневе, в притворном гневе, гордо. Знаете, тут вот просто пхава на пхаве, да, Рада Чаран? То есть, каждое слово, это определенный вот океан ее эмоций. притворный, да, да, да. I don't know how the English sounds, you know, in Russian it's her anger, anger of Shemati Radhika not real. She is, it's, how to say, she is plain. She is just showing her anger. This is not real anger. Да, вот, может быть, кто-то, Рада Чаран, может быть, ты присутствовал, а, не было, говоришь, Грудев, но старший преданный, с кем ты, вот, скажи два слова вот об этом, вот в это состояние, притворный гнев, Радхики, да, еще и гордый, гордый вот это битие Радхики, вот по лотосам, по щекам ее возлюбленного. В предыдущем стихе, в предыдущей ливе, Shemati Radhika названа лучшей, Анна Дазаваджи Махараджи пишет в комментариях, она лучшая в поклонении Кришне, в Арадане, поэтому ее имя — Радхика. То, что она делает, ругает его, гневается, прогоняет, это все ее различные формы поклонения ему, выражения любви. Рада Говинда request me to say something about her, this proud and not real anger, when she's beating her mother. And I told you that in previous Lila, in previous verse, Чеонар Дазаваджи Махараджи's reading, he's telling, according to the old Turanas, Shemati Radhika, the best of worshippers of Shemati Radhika, she's most skillful in this. How she is worshipping him, she can do it through the anger, through ignoring him, or even punishing him, by beating, by playful lotus. But in all these her actions, in all her jests, smiles, any expressions of her, only love for him. With me, everything which is coming from her, it's very sweet love to Ananda for him. Yeah, I could, you know, 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 by this, by this, by this state, to say, that, well, to say, it's, again, from the общine with Shemati, and Sadhu Mahaarajjim, and Ananda, and Babaji, yeah, what, and that, Rada Charan, as you said, that she's the best, yeah, she's the best, she's the best, she's the best, she knows Krišna, and so she knows, that when she's in grief, to it's millions of times better, if she's in the hundreds, if she's in the hundreds, she's in the hundreds, or to the hundreds, what you do, I'll do it myself, this is the moment, this is the moment, this is the emotion, this is the gneve, this is the gneve, and the courage. When Shemati Radhika is telling my grief, О, show your anger mood, not real anger, in this moment not real anger. It's much more sweeter, much more better, because why she is the best of worshippers of Krishna? Because she knows his heart, his desires, and she knows this way how she is acting much more sweeter for Madhava than if she will do this directly. Directly, you say, oh, my mother, I love you. No, no, it's not acting like this. She knows his heart, and she knows how to express her love in such a way that it will be really sweet for him. Да, и здесь вот продолжение, да, продолжение вот этого, вторая половина вот этого предложения, когда наша кинкарь видит, что вот она вот этот гнев притворный проявляет, да, волны, волны любви, гордости, да, гордо бьёт его, когда во время любовных игр, представляете, вот вообще не рад Хейковинды, он допускает хотя бы малейшую, крошечную, знаете, как миллиметр, если он, знаете, это состояние я могу объяснить немножко. Рада Чиран, ты потом своими словами, да, ты, пожалуйста, перефрагируешь. Рада, рады, рады. Да, и вот там, помните, мы читали в Раджа вела суставу, да, и там описывается вот Лолита, её сева любовная, и вот один из видов, да, там держать вот Радхику в гневе, да, вот эту волну любви, чтобы Кришна, любовь поднялась. Но там ещё есть один такой момент у Лолиты, что она каждую секунду, знаете, вот этого вечности, вот представляете, вот пиксель пространства, вот, а это в ринда духовного, она контролирует, чтобы Кришна всегда был под контролем Радхики. And also, Лолита, what she is doing, she is arranging everything in such a way, that every moment, every atom of time, which Кришна, together with Shimati Radhika, he will be completely under her control. And then she is, how say, inspired Shimati Radhika, or even ordering, reject him, be harsh with him, chastise him, be angry with him, like this. But, what she is doing, she is just arranging everything in such a way, what, Shimati Radhika, very, will be for Кришна, very, very difficult, this girl, that she is very difficult to attain, and at the same time, so sweet, and so dear, means, Кришна will feel it, how it's precious, Shimati Radhika, how precious his time, every moment, with her. yeah, yeah, if you review, yeah, I'll say, yeah, I'll say, I'll say, I'll say, my feelings of my life, then, he, she's, she's, she has to give a love, she has to bring it, bring it, and, just a millimeter, you know, like, he has turned away, little damage, she's, she just, this gentleman, she's, she, who is very peaceful, her love, И вот в таком состоянии она дарит ему свою любовь, чтобы он принял ее, чтобы он ее смог принять. И вот в таком состоянии, чтобы он принял себя. Будь внимательна. Да-да-да. Опять же, знаешь, это для неё... Да-да-да, Рада Тиран. Опять же, для неё, знаешь, она вот... Ей вроде как бы надо, она знает, что он в гневе. И для него представляешь, он в миллион раз больше Ананды примет. И он примет от неё, и он будет счастлив. И она малейшая, малейшая оплошность, вот об этом здесь говорит, чтобы вот этот гнев... Я понял, я понял, я понял. Понимаешь? From Shemata Radhika, Krishna is the stream of Ananda, stream of her love. And then Krishna is trying to avoid this by forgetting himself in bliss. She is again returning him to the stream, in the middle, directly in the middle. But he will not lose even small part of Ananda, of her love for him. Да, и теперь мы с вами, знаете, как рассмотрели, ну, немножко, да, прикоснулись, но простите меня, насколько мне хватает моего... И давайте теперь мы посмотрели сердце, вот чувства, эмоции, любовь, Radhika и Krishna, да, две стороны. Теперь давайте я предлагаю посмотреть, как манджери в этой игре наблюдающие. И вот комментарий Ананта Дашбабы. Now we already look a little bit on this situation, on this scene, from Radhika's point of view. Now I'm, how to say, I'm requesting you, let us to look on this scene from the majority point of view. Да, и вот теперь сердце и ум, да, и любовь к Инкари, да, нашей Туласи, Дэви. Ананта Дашбабы в комментариях говорит, Ширагунатха, да, Сагасвами, да, из этих молитв, да, вот всей игры, да, Лапа Ксумаши, мы видим, что он погрузился, погрузился, утонул в океане игр, Расика, Радхи Мохан. And what's the sign that Saldimaharaj is telling about this? One transcendental past and other appears before the eyes of Shirogu, who is immersed in the ocean of Rāsika past times, giving him great joy. He is completely absorbed what he sees. He completely absorbed, drowned in the ocean of bliss, what he sees. The sand put him in great joy. Да, и перед глазами, перед глазами нашего, да, Рагунатхи, но как Туласи, одно за другим видение приходит подобно, знаете, как волнам, вот когда ветер дует, волна, знаете, лёгким волнам вот на океане. И сердцу, сердцу, да, и любви нашей Туласи ему доставляет такую необычайную, громадную радость Леонанду. Радыч, Рам, ты немножко там, да, у тебя не сочетается? Переводи как по своему варианту. Я не понял, ещё раз. То есть вот эти видения, картины, знаешь, картины, как волны на океане, да, то есть они одна за одной. И это, говорится, сердце вот из этой молитвы, да, мы, Ананта Дасбабаджи видят, чувствуют, мы должны тоже прочувствовать, что это приносит просто невероятно огромную вот Ананду, Ананду радость. And all these visions which is coming to him like waves in ocean giving to the heart of Raghunaga the ocean of Ananda, extreme bliss. Да, знаете, как он поднимается на Ананду, вот на волну, да, вот радщиканного чувства, да, или любви, вот Рада Мохана. И затем, если эти видения, когда исчезают, это как, знаете, он падает с волны, падает. Представляете, какая вот потеря, потерять Раду и Говинду. Он говорит, когда эти видения исчезают. И что происходит? И что происходит? То Семанжари, когда она sees this sand, как Кришна is decorating her hair, making braid, и как Семати Радыша является grateful to him и giving him kiss. В этом моменте, он gradually приходит квершу, квершу, В этом моменте, когда она, значит Шримати Радика, Биттинг Мадова, с ее Плейфлой Лотус. Это пик от эмоций, в этом лиле. Что значит, Туласи, она живет в ее feelings, Шримати Радика's feelings. И это то, в этом моменте, если ее неизбежит, то, в этом моменте, как Рагуната чувствует это, как много болезни он чувствует. Да, здесь в тексте нет, но я нарисую от себя. Какой век, идет, идет, и потом, вух, идет. Да, и вот это следующее предложение, когда эти видения исчезают, он сильно, знаете, как я сказал, это же разномерная волна, то есть она его знает, он падает с такой же высоты, либо он поднимается вот на эту... То есть волна, вот эта боль, скорби, то, что он потерял, должна быть также быть вот такой же бесконечной, как вот от потери Рада Мохана, как и вот радость, когда он это видел. Да, и вот подтверждение, вот Рада Чиран, ты ищешь где-то, да, вот подтверждение приводится Баладева в виде Абхушина, да, его чувства. Такое состояние, да, вот этот подъем, да, надо дойти до высшего состояния Ананды, и затем вот падение, такое состояние, вот именно вот эти, знаете, как перепады, эти разные волны, они несомненно позволяют достичь преданному в высшей цели жизни. Ну то есть увидеть вновь божества. Now we're coming to the words of Баладева в виде Абхушина, Анандас Бабаджи Махарадж, to support his feelings, he's giving feelings of Баладева в виде Абхушина, what he's feeling in the same situation, and what Баладева в виде Абхушина is telling. Such a condition should, means this, going, going, going up to the top of the feelings of Ананды, and then vision is finished, then going down very painfully. And what about this, Баладева в виде Абхушина is telling. Such a condition surely brings the highest goal of life to the devotee. Радагавина Джи, я хочу в этом момент представиться. Давай, давай, давай. Высшая цель предного в линии Рагуната с Гасами, рука Рагуната, это слушание Шимати Радики с любовью. Всем сердцем, с любовью. Потому что можно слушать и без любви. Особенно в начале это происходит. То есть я просто знаю, что это правильно, это хорошо, я делаю, но моя-то надежда, что одна должна служить всем сердцем со всей Любовью в блаженстве. Вот такое служение дарит счастье. Вот это высшая цель. И на каждом этапе этого пути, каждый этап этого пути это Шимати Радика. Каждый этап садана это Шимати Радика. Вот эта устремлённость, жажда это тоже Шимати Радика. Она сладостная, такие совершенные души, как Романгадас, Гаслами, совершает саду на берегу Радакунды, потому что она сладостная, потому что это Шимати Радика. Баба Бакти, когда у Манджарь Баба полностью проявлена и естественна, это тоже Шимати Радика. И конечный этап, когда уже полностью со всей Любовью служит непосредственно зерца Лилы, это тоже Шимати Радика. А Шимати Радика полностью независима. Когда она хочет, как хочет, кому хочет, тогда и приходит. Это не зависит от моей усилий вообще. Она слабее. Мои усилия на самом деле, хоть какие-то, хоть лечь в том направлении, хоть немножко взглянуть в направлении, это уже Шимати Радика. Это ее милость. Переведи, дорогой Радачиран. I want to translate into English. Рады, Рады. What is written here? What is the highest goal? The highest goal is serve Шимати Радика as king with love. We can serve without love. In the beginning, I know it's proper and I am doing this. I am disciplinant prasada. I am washing through law. Maybe in this moment, not so much Ananda in my heart, but I know it's good. And it's my idea here. I am serving Шимати Радика or serving your beloved devotees. But the goal is I will do service to him with Priyama, with Ananda. But in each step as Sadhana, as Bhava Bhakti, as Priyama Bhakti, all these stages, all these steps, it's already Shrimati Radyka. Shrimati Radyka coming to me as my aspiration to the goal, as my longing, my desire to serve her. It's already Shrimati Radyka. When I'm crying, when I'm suffering in separation with her, it's also Shrimati Radyka. In each step, only Shrimati Radyka. Shrimati Radyka is greatly independent with me. No my efforts can bring her. No, she is coming. If I have something, some smallest desire, looking towards her direction, or just lying in the direction of her on the outer room, or doing some efforts, crying in separation with her. It is Shrimati Radyka. She came to me in this form. She's independent. Then she's coming. To whom she's coming, and how, in which form she's coming. She's decided, not I am. I'm not a cause, nothing in me causing her to come. She's compassionate, she's loving, and she's coming. Then how, to whom she's deciding. Да, очень здорово ты подметил. Я объясню, почему. Например, если я думаю, что это от меня зависит, я молюсь, я прочитаю комментарий, или послушаю комментарии из аудиокниги, и у меня рождаются какие-то чувства, разлуки, желания. Почему со мной это вообще не случилось, то, что здесь описано? Я повторяю Гайдри, и это чувствую, мне горько, потому что со мной это всё ещё не случилось. Если мать Радика и сострадание приходит в этот момент, я чувствую, мать Радика пришла, может быть, она мне одарит, какие-то видения, понимаешь? я думаю, что я могу как-то на это повлиять. Она тут же исчезает, она не зависела, я не могу от неё что-то потребовать, что-то там, это не те отношения, я могу лишь сказать, я буду счастлив, если вот это будет так, не требовать, не просто, просто я говорю, что я понимаю, что моё счастье вот в этом, она решает, когда, снял, он сейчас следующие два предложения будет вот прям твоя ощущение, твоя идея, то, что ты сказал. Я хочу перевести на английский, I want to translate to English, why I told what I told before, because, for example, I am hearing Vila Pusimangeli morning time of myself through audiobook, and I feel why it's not happening with me still, so many time I spent with devotees, hearing Vila, but why it's not happening with me, where's eagerness, where's Radha Dasi, where's Manjari Baba, and I'm returning to Rome to Chenggaitri, and I'm crying, and Shemati Radhika come in, because she is compassionate, or very compassionate, when she sees how Manjari is crying, she's coming, to pacify, and I feel her sweet presence, and then thought coming, wow, Shemati Radhika came, maybe she will give me some visions, and she's disappeared immediately, because she's independent, what she's doing, how she's doing, it's dependent only on her sweet view, I can express my heart to her, like Raghunada does go in love I can express and tell her, my happiness in service to you, but not in this way, or Radha, please give me, give me, give me, this, this, this service, she will decide when and how, I'm just telling, it's my happiness, it's my life, I'm happy, 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 I want to, let's go ahead, let's go further, let's go forward, let's go on a couple of предложения, what состояние predано, what we are talking about, what it is, when поклонение сладостному, экстатическому, любящему и очаровательному Господу утверждается в сердце, говорит Ананта Дасбабыч, тогда живое существо, вот по-настоящему, знаете как, если действительно мы предаемся, если мы действительно жаждем этого, и вот не можем без этого уже, тогда живое существо обретает наслаждение высшим, высшим блаженством и становится благословленным. Ты нашел, да, у тебя такой текст, нет? Да, 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 Я тоже хочу по этому поводу сказать. Давай, 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 рады, рады. Нет, нет, сначала ты скажи. Ну, я все веду предыдущие твои мысли. Ага. Давай, ты скажи, рады, ты скажи. Рада Говина just told when, then, really, бахта took shelter at лото свит of Шримати радыка, means at лото свит of Иштадевата. When this happened, how it's written here, when the worship of all свит, all ecstatic, all loving, all beautiful Lord becomes established within the heart. And what does it mean for me completely took shelter? what does mean really Шаранагата? This means I remember once Шримати told this. It's not the efforts, intellectual efforts. It's not like this. I must took shelter. No, it's not working like this. He told but the devotion to the devotee coming to the association of Rasika Vaishnava. And he's hearing very sweet katha. What does mean katha? What does mean hari katha? It's such narration which is inspiring faith, hope, and love. If something not giving faith, hope, and love, this is not hari katha. Maybe for someone it will be hari katha. For someone will be inspired for this subject, but if you're not inspired for this subject, for you it's not hari katha. Then devotee in a session with Rasika Vaishnava, receiving this rasa, and gradually become more addicted for this sweet rasa, then he couldn't hear other subjects. It becomes bitter. This is taking shelter of a lotus of shimati radica, a теперь по-русски. Что значит полное приближение lotus shimati radica или u shimati devata? Как здесь говорится, что это всесладостные, вселюбящие, всесладостные, вселюбящие, всепривлекательные, экстатичные shimati radica утверждается в сердце. Что это значит полное приближение? Шугардов объяснил. Он сказал, это не так, что я должен предаться, я должна предаться. Нет, не так это работает, совсем не так. Это когда по удаче, то есть по великой милой shimati radica преданная или какая-то душа, неважно, все преданы, оказался уступ расика вайшнава. И расика вайшнав просто делится своей реализацией теми лилами, тем нектаром, экстазом, который наполняет его, всей этой расой, делится этой живой, проливает на неё потоки расы. Что такое харикадха? Шугардов объяснил. Харикадха это тоже, недавно Говинда Махини процитировал в Радодасе. Это то, что наполняет сердце верой, то есть желанием духовным, то, что наполняет надеждой, то, что наполняет любовью, это харикадха. Если то, что ты слышишь не наполняет тебе ни верой, ни надеждой, ни любовью, даже если спацифируется шастер и так далее, для тебя это не харикадха. Ищи ту харикадху, которая для тебя. У этого есть признаки. Любая вера, надежда, любая. Для кого-то может быть то, что сейчас происходит, то, что там звучит, для кого-то это харикадха, кого-то вдохновляется темой, например, борьбы с анардхами. Для меня лично харикадха это когда звучит такое повестное, которое полно расы, такой пенячей расы, что дайте ещё, дайте ещё. А всякое отклонение в сторону для меня, а всякая другая тема, это отклонение от этого. Это вот как вот Шиматиарадика не позволяет Кришне отклониться и бьёт его. Говорит, ты куда уходишь от этой сладости? Я тебе такую сладость приготовил. А то ты хочешь убежать, возвращаешься на место, как учительница, в поток этой харикадхары, сладости. Да, да, да. И что такой слушатель становится полностью зависим от расы, повествование, вот это есть принятие предвещения в слышней матеродике. Полное. Like in this Lila, then Кришна, by mistake, trying to avoid this sweet flow of her love to him, of this sweetness, she is playfully beating him. Wait, we are trying to go. I prepared for you. so much sweetness. Why are you trying to go? You trying to escape? No, no, I not allow you. Please read a letter. Я сказал то, что хотел. Ну, тут следующее, кстати, предложение, эту великую истину проповедили искусные, да, то есть искусные это расика преданные, в любви преданные, да, вот эту сущность, ну, как бы идею. This is a great preached by experience loving devotees, means rassica devotees. да, знаешь, я хотел бы от себя добавить, ты сказал, дай-ка комментарий, да, вот на эту, на эту идею, вот последнее предложение, ну, вот как я, по-русски говоря, да, как я это ощущаю, как я это слышу или вижу, то есть говорится, что только когда, утвердится в сердце, представляешь, то есть единственная ваша возлюбленная будет рада, рада, и говорится, если вот это происходит, да, действительно, да, воистину, да, то есть ты полностью, то тогда только, знаешь, ты соприкасаешься, вот, я не знаю, с ее светом, с ее любовью, знаешь, вот, коснешься, а если она тебя коснется, то это и будет благословлением Ратхики, да, ну, по сути дела, по ее, как ты говоришь, да, как Расика говорят, то есть по ее милости, ну, тогда мы будем благословлены. Понятно? Нет, рада, чиран. Then Jiva is touching all these sweet subjects, Rassika, katha, subjects. This is her means she matiradika's mercy. This is her mercy. Yeah, yeah, и такой преданный, я продолжаю читать, эту великую, да, вот, когда по милости, да, нашей сламини, я, слово Господа буду на сламини, ну-ка, можно иметь Господа в виду, ведь она его возлюбленная, когда по милости сламини, преданный продвигается, да, вот, вот уже в этом, о чем мы говорили вы еще, представляете, в таком состоянии, с преданием, и если он продолжает, то есть продвигается своим любому, его желание личного счастья постепенно, постепенно абсолютно исчезнет. When by the Lord's grace means by Shimatya Radika's grace, the devotee gradually advances his desire for personal happiness gradually subside. Да, и мы должны, я напомню немножко, мы, да, такие много-много было настроено, таких, да, вот, расширено, что это, это чувство, сейчас она тогда с Бабаджи описывает, да, сердце Туласи, нашей Гуру Дэви, одной из, да, и так, вот наша Туласи, да, дойдя, вот, получив это, то есть это же видно из этой молитвы, да, он видит, такой преданный, да, наша Гуру Дэви, Манджари, или как Рагунатха, он видит счастье, горе, хорошее, плохое, рай, ад, освобождение, такими же обманчивыми и иллюзорными как мираж в пустыне. And such devotees, like our Raghunada, who received so much mercy from Shihati Radhika, he is, and he will consider happiness, distress, good, bad, heaven, hell, and liberation as useless, as phantasmagorias. Тоже хочется по этому поводу сказать кое-что. Давай, 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 рады, рады. Скажи, дорогой, поделись. Здесь используется слово на английском advanced, постепенно он продвигается. Как бы сказать, есть, в кинематографе есть, или где-то, ну, есть такой приём, машина не движется, но можно картинку на фоне двигать и будет казаться, что машина двигается. Всё делает, чем мать радика. Но у меня ощущение, что я продвигаюсь. На самом деле, не я продвигаюсь, она мне к себя постепенно притягивается ближе и ближе и ближе. Не я действующий, она действующая. Она мне продвигает, она мне приближает к себе. И второй момент это то, как такой предный воспринимает всё такое главное в этом мире. Счастье и счастье, хорошее, нехорошее, рай, ад, освобождение страданий. Как мираж, как иллюзия. Но что такое иллюзия? Противоположность реальности. Что такое реальность? Реальность — это мои отношения. я там живу, я живу в отношениях. Ну да, да. И весь мир есть суть отражения моих отношений. Если я влюблён, я мир вижу определённым образом. Да. Если Радха суть моей жизни, я буду видеть весь мир как её мир и всё, что здесь есть для неё. И даже моё собственное счастье, такое, как вкусно покушать, для неё, потому что она хочет видеть меня счастливой. Всё для неё. То есть отношения определяют реальность. А видеть мир вне связи с ней, не связан с ней, это материальный мир, это духовный мир, дело-то тут различное такое. Но это и есть иллюзия. Видеть, что этот мир не связан с ней. На самом деле этот мир создано любовью, с любовью и ради любви. Поэтому вот это вот всё, то, что здесь написано, счастье, несчастье, хорошее, плохое, рай от освобождения, это тоже создано щематерадикой, чтобы нас притягивать и постепенно двигать к ней. Это как игрушки такие. Ребёнок, прежде чем однажды станет взрослым человеком, он играет в игрушки. Но кто дал эти игрушки? Мама, папа. Девочка играет там в куколке, там одевает, готовит, разговаривает, сисюкается, там, ой, это моя доченька. Это игра. Но, а самскара, это впечатления в сердце остаются, вот, она вырастет, мамой потом станет. What I want to tell, sorry, dear devotees, what I not told anything in English, it's written here, the devotees gradually advance this advance means he is doing steps gradually towards his goal. But this is actually illusion. Why? Because everything Шимати Радика is doing, it looks like I'm doing steps. I'm advancing. No, she is pulling me to herself. But it looks like I'm doing steps. I'm stepping towards her. And next point in this sentence he will consider, such devoted, will consider happiness, distress, good, bad, heaven, hell, and liberation as uses as phantasmagoria. And what is phantasmagoria? Illusion, mirage. And what is opposite of reality? But what is reality? Reality is my relationship. Relationship is my reality. and my relationship defines the reality. Depends on my relationship, such, how to say, particular reality will be around me. If someone falls in love, he will see the world in a particular way. if someone how to say, if someone living by this sweet relationship with Shri Mati Radhika, he will see the world as her world. In the beginning, I remember myself, in the beginning, I divide. This is material world, this is spiritual world. This is bad, bad, material world. It is good, good, spiritual world. I won't be aware. I won't be left with bad material world. But, according to Shri Mati Bhagavatam, this is illusion. Not see how everything connected with Shri Mati Radhika comes from Shri Mati Radhika, means from love, with love, and for love. It's illusion. What does mean? This is mean happiness, distress, good, bad, heaven, hell, and liberation. All created, by Shri Mati Radhika for us. It's our toys before the child becomes matured and he will live as a matured person. He will be a child and he will play with toys. But these toys created this reality. It's gradually bringing to his goals. Because the entity couldn't be without desire. It's not possible. Even if in my life no desire, real desire, how can I live? For example, if now my desire be in love, here in this world, but I will stop myself and tell me, no, 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 it's very bad. I must love Shri Mati Radhika. It's not work like this. Shri Mati Radhika giving this love or other toys, other desires, other sub goals. By this, she's gradually pulling us to her. We receive experience. We're gradually growing in this way. This means she is. No need to reject this. But if you grow, for example, you're six years old and you receive particular gain, and then your eight years old, this game becomes not interesting for you because you overcome this level of gain. Now, for you, it's not real. You cannot be absorbed because you can be absorbed only if it's for you real. If it's not real, you will be not absorbed, it will be not interesting for you. What is why we have here the hierarchy of games by growing us and pulling us to her. It's not bad. Я ещё кое-что добавил, что если мы, допустим, нам шесть лет, нам мама подарила какую-то игру, до нас эта игра будет реальностью. Почему? Потому что она полностью затягивает, мы живём в ней. Но если нам исполнить восемь лет, это же самая игра, если нас не интересно, она больше нас не захватывает. Почему? Всё стало понятно, наши интересы выросли, мы выросли, нам нужна другая игра. И вот так в этом мире созданы такие игры, иерархия игр, благодаря которым мы постепенно растём, то есть желание, желание, благодаря которым мы движемся к ней. Однажды такая душа встала трассе трассе Рады. Рады. Замечательно. Рады. Но я хотел знать. Почему я так говорю, потому что очень часто встречаюсь с тем, что это плохо, это плохо. Это знаешь, как мы у нас отношения только с рематерой в сторону криши смотреть нельзя. Кришна плохой, Шамати Рады наказала только что, лотосом ударила, потому что она ошибся. Это может быть настолько искусно, настолько неестественно. Естественность в садане, естественность в духовной жизни, она происходит от тех чувств, которые приходят из духовных источников, то есть из сварупы. Они естественны для меня. В своей сварупе я обретаю отношения с Кришной, Шамати Рады и я знаю, кто он для меня там, я знаю, что он мой друг, потому что он мне помогает и поддерживает мои отношения с Шамати Радикой. Если он поддерживает мои отношения с Шамати Радикой, то он мой друг. Почему я должен думать, что он плохой и что у меня нет никаких отношений? Да это так искусно, звучит, как маленькие детей собрали, им что-то объясняют, они повторяют и понимают, просто повторяют. Я просто сказал, что в многих случаях, в большинстве influence of high authority I can repeat something I heard for example, I have relationship only with Shri Mati Radhika with Krishna, no, no, no Manjari, no relationship with Krishna but it's so artificial natural coming from feelings which is coming from Svarupa in Svarupa devoted, receiving experience, Manjari receiving experience how Krishna is helping and supporting her relationship with Shri Mati Radhika by this reason he become very dear to Manjari for example if Manjari in separation crying because Shri Mati Radhika now is ignoring this Manjari, by some, Lila, ignoring and Krishna meeting this Manjari and telling don't lose hope I was in your situation many, many times always look the way how to find your Swamini and now I will help you see you see this narrow path go and you find your Swamini in this way by this reason for Manjari this Krishna will be very dear how she can tell no I have not a relationship with this black boy only my Swamini yes for Kinkari Swamini is a man she could not say Krishna is nothing if if just by healing without these feelings oh Shmati Radhika for me everything Krishna is I have not any relationship with her with him it will be artificial naturality coming from the feelings from the Swarupa feelings naturality coming in Sadhana I рады рады, рады ну да, я хотел бы знаешь, вот красиво и сказано, подмечено знаешь, как это одна сторона медали, ну объясни я хотел бы со второй основываясь прямо на комментарии я хотел вот такой нюансик подметить, напомнить, мы его прошли что на самом деле здесь вот суть вот этой всех наших, да, вот Тирата, они были, что желание когда по милости Радхики преданно и продвигается его желание личного счастья постепенно пропадает, исчезает then by the Радхики when by the Lord's grace the devotee gradually advance his desire for personal happiness gradually subside знаешь, она вот вот этот я хотел бы вот мираж да, вот состояние миража мы должны понимать, что мираж да, мы же все знаем то есть если ты в пустыню попадаешь да, и ты думаешь, что там вода ты бежишь а вода совсем в другой стороне ну в реалии да, твой объект любви в другой стороне но ты бежишь вот вот этой иллюзией она, знаешь, как вот мама за ребенком от ребенка в прятке прячется когда с вами знаешь, она такая хоп спряталась ну и знаешь, как ребенок бежит маму искать и вот этот момент пока он ее не видит да, она она вот эту жажду то есть она нас доводит до того вот эта игра да, вот эти горе хорошее счастье она, знаешь, как миражи такие вот, как бы ставит такие прячется за ними как знаешь опять же это для чего для того, чтобы вот эту вот инкари, да эту душу которая ей предалась да, вот как матушке чтобы она прям вот полностью отдалась ей, знаешь чтобы она жаждала не могла вообще знаешь ну как вот почему мираж в пустыне приводится да, что ну как бы если ты не дойдешь до войны ну как бы ты погибнешь без нее ты погибнешь вот эта жажда понимаешь Радо Чиран Радо Горде is now explaining how he is understanding this statement мираж is a reflection of reality when someone in the desert gradually desire first great first is coming desire to drink water and мираж is shown water is there and this person is trying to run towards мираж trying to get because first and now he's explaining all this good bad happiness unhappiness it's like мираж in this world Shemati Radhika playing with us in game hiding and seek game in this hide and seek it's correct Jai Krishna hide and seek games game she's playing with us making this mirage she's playing with us in this way she's creating first to her first к Кришне, к её любимому. Вот одна направленность. И она, чтобы войти в круг её доверенных, то есть она посылает вот эти, знаешь, как бы приближает. Знаешь, как она ставит эти реалии, но она нас ждёт. Это особая милость сламини. Знаешь, как можно расстроиться, а можно смотреть на это, как что вот сейчас близко милость сламини, она сейчас протянет руку. Знаешь, как тот, кто от миража, знаешь, погибает, надеясь, что вот личное счастье, то есть она, знаешь, как вот сметает нас на лёд вот этого личного счастья. Ну, это такая пыль в кустыне. Личное счастье. By this different material desires, by this mirage, Shmateradika creating such situation, what devotee who is looking for her in eternity, searching her, she's so attracting to this mirage, trying to get, but frustrated, frustrated, because it's not shri maturadika. It's attractive. It seems like where is water, which is giving life, but coming means rasa. Water is in Sanskrit rasa. Learning entity thinking, oh, rasa is very calm, but it's not rasa. But it's creating, creating source, in other hands, then no hope, then this living entity, which is looking for happiness in material war, dying due to this surge. In this moment, shri maturadika is helping. In this moment, she's helping. It's like dramatic situation. It's like lila. Not like it's lila. Aoi lila. Aoi kamen to shri maturadika. In this way, they cheated by something which is looks attractive like shri maturadika, but they come and not shri maturadika. And then we made so much efforts came, but it's not shri maturadika. In this moment, shri maturadika giving her hand. In this moment. Я пытался объяснить так своими словами, что эти иллюзии создаются, которые мы стреляемся. крашу привлекательны, как shri maturadika. Но когда мы подходим, мы воды в оазисе, но привлекаемся не хорошо, подвигая, а там нет ничего, там так же жарко, там тот же песок. И тогда всё обрушается, ага, я умираю. в этот момент shri maturadika протягивает свою руку, потому что видит вот это ощущение, я умираю. Джу умирает. Только усилий ради счастья, а его нет. Да, и тут она говорит, что даже желание, опять же, в самом определении уже звучит, желание освобождения, то есть я желаю, я хочу, достало меня жизни, достало меня жить, желание освобождения надо считать таким же обманчивым. Нет сомнения в том, что желание освобождения следует считать проявлением склонности вот к этому миражу, к заблуждению. То есть это иллюзия. The desire for liberation must be counted amongst the different cheating propensities. Да, и тут вот вторая, значит, твоя сторона медали можно повернуть. И тут такой логичный вопрос возникает. Отчего мы хотим освободиться? Если каждый миллиметр любовью вот этой энергией создав created with love for love and by love from which from what we want to be liberated то ну да, то есть этот же мир он же по образу и подобию поднимите выйдите на улицу если мы расики или садоки поднимите вечерком глаза на небо вот все звезды это манджери миллионы манджери которые служат луне дополняют они нисколько не могут затмить сияние она их затмевает то есть везде рада везде это в любом проявлении опять же это луна на фоне черного шьяма неба манджери example if we are trying to increase манджери feelings in night time just look up toward sky what you will see dark sky is Krishna and many many stars around the big moon which is Shrima Tera Dika да на заре представляете вот это пропадает темнота подходит раннее утро мы каждый каждый день каждый из нас может это ощущать видеть от чего освобождаться если мы там видим темное небо представляете начинает озаряться когда встает солнце там не появляется еще знаете какого-то света там появляется желтое сияние и темнота уходит даже с ямы уйдет если мы полюбим Радхику она затмит сиям то есть она затмевает его свою любовь топит рады рады at the end of night same sky what will happen under horizon line the light started to appear and gradually when this light coming this darkness is disappearing more this golden light coming more the darkness is going means more attraction towards Shri Mati Radhika towards golden for her love is appeared in our life less attraction towards chrish like this we can see everything around us with these eyes through the mood out which освобождение дорогие Vaisna out which the yellow color this is s look at the street Dear Vaishnavas, liberation from what? Just look around, so many trees, so many grass, different plants, flowers, all green. What does it mean, green? Green means union of blue and yellow. Radha and Krishna together. They're in pranaya. They see everywhere they're in pranaya. In happy pranaya means the essence of everything around us is pranaya, Radha and Krishna. How we can live this? How we can liberate from this? What's the use of this? Of this idea of liberation? Да, если мы к такому видению приходим, то вот Ананта Дасбабаджи говорит, что постепенно, мы должны научиться подмечать, видеть во всем этом. Постепенно богиня преданности Бхакти Деви утверждается в сердце вот такого, да, с таким видением преданным, которое затем это любящее сердце наполняется Бхакти, то есть Бхакти Расты. То есть у нас определённый, знаете, вкус появляется, вкус, эмоция. Когда он стремится исполнять... Ну, прочитай, да, Радачиран на английском. Gradually, the goddess of devotion, Бхакти Деви, will be established within the devoted's heart, which will then be inundated by Бхакти Раса, as he begins to earn for Raga Ma'e Seva, means devotional service, this firm attachment to the deity. Да, я хотел бы от себя добавить, что вот это вот вот это предложение идёт, это описание Сварупа Вэши даёт она тогда с Баба Джидан, Сварупа нашей Вэши. Постепенно богиня преданности утверждается в сердце преданного, которого затем наполняется Бхакти Раса, знаете, то есть вкусом, уже не от того, что надо, и уже нету моего личного. Когда, да, вот такая наполненная сердце стремится исполнять Raga Ma'e Seva, преданное служение с твёрдой привязанностью к своей возлюбленной Расламени Радхики. Gradually, then, Бхакти Дэви coming to the heart of devotees will be established in the heart of devotees. And more and more Бхакти Раса will be lying and desire to earn Raga Ma'e Seva coming means service-less feelings with Raga, then more less and less selfish desires will be in the heart. Бхакти Ками more Бхакти Ками less selfish desires. И тогда вот до подтверждения вот моего там вышло подметочки моей постепенно говорит Ананда Дашбабаджи отождествление преданного материальным телом разрушается. Вы знаете, как оно растворяется. И он такая, да, такая вот теперь уже душа, он думает о себе только как Манджари квалифицированную исполняю, жаждущие, я бы сказал, жаждущие выполнять служение Шиши Радамадови. Гречни, the practice and devotion with his male body will vanish and he will start thinking of himself as a Манджари qualified for service Шиши Радамадови. Да, Италия, она тут тот интересный момент тут написано. Давай, давай, давай. Такой пример, считай, думай себе как о Манджаре. Вот. Но можно так же сказать, не просто думать, а чувствовать себя о Манджаре. Ну, вживаться, да, Дамодар говорил, вживаться. Потому что я могу думать, что я Манджаре, но не чувствовать. Я могу принять эту идею и сказать. Не, подожди, Радачи Ран, я хочу поправить тебя немножко. Знаешь, здесь идёт описание, которое там, ну, вспомни, о чём мы выше говорили, что ты уже, знаешь, как бы у тебя сердце наполнилось. Знаешь, ты понял, ты отмёл эти миражи, и вот тогда, вот в таком состоянии, знаешь, и там уже не будет, ну, вот каких-то колебаний, то есть, однонаправленность идёт. I told to Radha Govinda maybe not only thoughts, what I'm Manjari, not only thoughts, because I can theoretically accept I'm Manjari, but feelings coming inside of heart. I'm Manjari, I see feelings. And Radha Govinda is telling, we are reading gradually, and what's happened already with devotees, Bhakti Devi more and more establishing his heart, and identification with material body, or male body, is vanished. And then this identification with Manjari. А я думаю, знаешь, что я думаю? Я сейчас так перевёл, с моих слов прозвучал так, что постепенно, ну, это просто так было написано, логика просто повествования, уходит отождествление с телом и приходит отождествление с Manjari. Но в действительности, я думаю так, приходит отождествление с Manjari и уходит отождествление с телом. Потому что я должно быть, не может быть пустоты. Одно я вымещает другое я. То есть сознание из одного центра Личности, как это Дамадат говорит, из саб-Личности, то есть Личности создана в ложном эго, в реальную Личность. Сознание просто внимание переходит постепенно. Поскольку чувства начинают, чувства Manjari начинают просыпаться, то благодаря этому чувства, которые рождает Лужнега, они входит на второй план. Ну да, это знаешь, как у Рагунатхи тоже есть такой пример, я добавлю такую аллегорию с другой стороны. Ну вот это уже твою мысль, идею, ощущение дополню. Что Рагунатхи говорит, наше сердце, он видел свое, как темная, темнейшая пещера. Темнейшая. И вот знаешь, как там вот эти миражи, которые, вот это личное счастье в этом мире. Ну, какой-то типа лампадки, что-то на свет, ну, мы же жили, нам нравилось, и нравится кому-то до сих пор. Но, говорится, если туда вот внести сначала, надо внести вот эту любовь кратенький, вот эту лампадку, вот Бахти Деви, и тогда она говорится, что вот да, миражи исчезнут, когда там, где появляется свет, даже там ната исчезнет. Рада Говинда сейчас объясняет его понимание, потому что я начинал поговорить, что происходит. Первое, это реальное я, реальное идентификация, как Манджари приходит. И, ввиду этого процесса, идентификация с мужем или материальным телом исчезнет. И он объясняет, как он понимает. he told try to image what you in duck cave. No light. Ну, Рада Чиран, правильно я говорю, да, мысль, да, вот и сама идея. Опять же, мы по тексту опираемся, да, на наши графиковые шнары. Да, по сути. Я просто хочу перевести, что ты говоришь. А че, а че. Рады, рады, прости. Итак, человек находится, о, sorry, person in the cave, in duck cave, no light. И он sees some mirаж, something, some illusions. Но это с illusions, это means some материал desire, some conception of happiness в материал world. but then deeper will bring, will be inside of this cave, I don't know how it's deeper, lampada, some light, lamp, will be inside this cave, immediately all darkness will disappear, means all illusions disappear, and the person will see reality. А можешь разъяснить, что является лампадой, что из себя представляет это пещера? Пещера это твое сердце, твое сердце, твои чувства, темные, непонятно что, какая-то вот тебя тешила, материальный мир, вот эти миражи, и они как бы ты был привязан к ним, но туда радхика, вот этот процесс, о чем ты говорил, что сначала рада, помнишь, последовательность, здесь можно подметить для преданных, как практику для нас, вот у матхави такое есть, у матушки, мы с ней всегда спорим, ну и она, она о себе говорит, что, ну, я грязный, мне надо очиститься, знаете, надо потушить эти миражи, да мы не уберем, не уберем эти миражи, их там, их рада для нас, да, чтобы мы, вот эту боль разлуги, чтобы мы, знаешь, чтобы мы зажаждели увидеть свет, вот эту, чтобы лампада нам, по милости радхики, внесла, на вот эту, да, любовь и цеву к ней. I ask, can you explain more details, what does mean cave, what does mean with deep, лампада, towards dark cave, then always мираж will disappear. Да, и вот этот, да, ты улавливаешь, да, Рада Тиран, что, да, вот процесс, что, не, вот ты хорошо подметил, что сначала рада должна, и как учителя говорят, твое ощущение, да, но вот у преданных такая небольшая иллюзия, да, вот опять же это все в процессе, вот там, в сферах миража, вот этого заблуждения, что я почищусь, и потом она мне, как бы, потом она зайдет, нет, нет, не таков, не таков. She is giving everything, and then illusions disappear. We will never prepare ourselves for meeting with her. Это, знаешь, вот Бахтан Такур писал о двух видах заблуждений на пути чистого бахти, которые отклоняют нас от пути чистого бахти. Одно, одно, это когда человек занят какой-то материальной деятельностью внешней и считает, что это преданное служение, потому что он, например, что-то там продает какой-то бизнес и потом деньги дает в храм, он связывает свою внешность внешне, в полном забытии в отношении к щемоте радио. Но потом, когда появляются деньги, он дает часть денег в храм, и он думает, что это преданное служение. Это одна форма иллюзии. А вторая, это когда он думает, что мне надо подготовиться к преданному служению, мне нужно приобрести хорошее качество для преданного служения, иначе преданное служение не появится в своем сердце. Это всё, что Бахтан Такур описывает, это всё является формой неверия в полную независимость бахти, полное превосходство бахти. Бахти даст всё. Нет необходимости специально развивать какие-то качества. Нет необходимости ещё в чём-то. И самое интересное, это чистое преданное служение он называет сваруп сида бахти. То есть преданное служение в сварупе, и он это называет чистое преданное служение. Итак, какая сварупа? Мы сначала от анардых с бахти, да никогда они не уйдут. Как Бурдев говорит, вот тело, источник всех анардых. Если я думаю, что и тело, то как они уйдут-то? Переведи, дорогой. Переведи, рады-рады. Бхакти-он-такпур, in his book, Бхакти Татра Века, he's written about two deviations on the path of pure бахти. Then someone doing some activity, external activity, like, for example, he's doing business, and then part of his money given to the temple as the nation. And he thinks it is devotional service. And second deviation from pure bhakti is the person thinking, oh, I need good qualities for pure bhakti. If no good qualities, I could not do pure bhakti. For example, I need to become тринада пису нишна, тарора писа хишна, аманина, аманадина, киртанья садахари. First, I need to become very humble, very tolerant, give respect to all, not wait to respect to myself. Then I will do kirtanья садахари, I will do pure service. No, no, no. Bhaktanthakur is telling it's deviation. First, kirtanья садахари. First is pure devotion, then good qualities coming. And what is interesting how Bhaktanthakur is calling what the name he gave for pure devotional service. He gave name Svarupa Sida Bhakti. Means, devotional service in in perfect Svarupa. This is pure Bhakti. Not like this. First, I must prepare myself, increase good qualities, and then I can receive Sudha Pranali, then I can do service Shri Mataradhi on myself. No. Pure devotion is independent. It's giving best qualities, divine qualities, because it's always best qualities, divine qualities in this Svarupa. not first I must become humble, tolerant, and then no. First, you're coming by your feelings, by mercy of Shemadriga, you're coming to your Svarupa, and then you'll be naturally humble, naturally tolerant, and so on, and give respect to all. Now, you're coming back to the peter. Let's begin to look at the clouds, let's take a look at the sun, let's take a look at the soul, let's take a look at the на уроки нашей сламени. Кто может убрать наши анархи, наши иллюзии, наши миражи? Вот представьте, что звёзды и Луна – это миражи. А на Чендраве, вот главное эго наше, или что там было, представить, что вот эти звёзды, как? Они вечны, они предназначены, они придуманы, они даны вечно. Что их может? Но в одночасье, в одно мгновение, если Рада выйдет, какая Луна, где тогда эти звёзды, эти миражи, эти привязанности, их не будет, если выйдет вот это Солнце, подымается на восходе. Я не совсем понял. Ты сначала сравнил звёзды с Бобби, в том числе Чендраве, упомянул, а потом сравнил звёзды с желанием. Да-да-да, вот как два желания, можешь так переводить что-то, ну два варианта. По сути, да, что Рада, Рада всё рассеивает, она всё затмевает, вот её любовь, да? Понятно, понял, понял. And one more analogy, what Rado Gwyneth now again returning to the analogy with dark sky. Before moon arrives, we can see bright stars. They are like our desires. They are like our desires in this world. Until Shemateratika appears in our horizon of our hearts. Then she appears in our hearts. These stars become not attractive. These stars become not attractive. even, even, they not disappeared. Stars will not disappear, but they become decoration of the moon. They become, they start to serve the moon. means everything in this world, which before was super attractive to us, become this, they converted as a paraphernalia to the service to Shemateratika. For the service to Shemateratika. And next analogy, these stars are like guppies, different guppies, for example, Chandravali. They look so attractive. They look super excellent. Until Shemateratika is appeared. She is like moon. Then she is appearing, all stars around this moon, as decoration of the moon, and serving the moon. And when we start to think about yourself like a manger, to perform the служение Rada Madhavi, there is a right understanding. You know, this lamp is being a source of the heart, of the predation, of the flesh, 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 of the flesh. He thinks like a manger. And a right understanding, you know, like this lamp, like this lamp, like this, Целый, Радхики, ее любви, цвет. Знаешь, как мы увидели в нашей пещере, вот встает солнце, да, и озаряет наше сердце, наше небо. Сердце утверждается в сердце преданного, и преданный таким образом укрепляется в баджане. В баджане. And then, this G-Lam means attachment. Our relationship with Shiremati Radyka is coming to the cave. That cave of our heart, when it's appeared with relationship with Shiremati Radyka, then will it be established in our badaj, in service to her. Да, и тогда мы, знаете, давайте оставимся, вот этот пример для аналогии, да, пещера, пещера, куда внесли вот эту лампадку, свамини. И тогда картина мира, вот эти миражи, помните, как туман такой некий, да, который нам кажется, что это всё для нас, нас всё наслаждает, личное желание, картина материального мира исчезает из нашего, из сердца нашего, да, пещера нашего сердца исчезает, подобно миражу, вообще зрение, и проявляется, так что мы видим, вечное, сладостное, прекрасное царство игры с вами и шьям. Да, и коль, в этом, знаете, как лампадка манджари, да, манджари, нам рады её дают. И тогда говорит... Да, это любящая, вот эта преданная душа, да, манджари, с осознанием манджари, да, такая душа обретает, обретает благословление, представляете, благословление свамини, и она плывёт, плывёт медленно, и погружается в необъятный океан сладостных и очаровательных форм, качеств, развлечений, шьи, 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 рада, мадовы. И тогда, да, я дочитаю по-русски, радыч, рада, да, для русских пленных. Да, вот эти погружаются в игры, которые становятся ему, при такой душе, манджари, да, дороже миллионов жизней. Миллионов жизней. И для такого сердца, да, вот для этой уже манджари, да, у которой есть лампадка, для неё уже не важно. Для такого человека, кто обтянет эту лампаду, ги лампаду в манджари-мун. И, знаете, там уже такая жара, он счастлив, он счастлив, знаете как, они озарили пещеру, он видит эти игры постоянно. Ему неважно уже, независимо, есть ли видение, или он испытывает разлуку сейчас, знаете, как разные волны. Главное, что это уже волны радики, знаешь, как рада-тирана, это вот как свечка, знаешь, она на ветру, она же колышется, знаешь, она может потухнуть, как бы, потом опять она вспыхивает. Рада-рада. И для такого слова это не важно. Если он может увидеть то, что он может быть спурти, он может быть спурти, то, что он может быть спурти, то, что он может быть спурти, поставлена. Он может быть спурти, если дастermanяк, то, что он может быть спурта, то, что он может быть спуртать. Ты когда, иある 맞 que что-то операция, или ага, то уже существует в том, то, что оно может выпукнуть. И она тогда с Бабаджи говорит, что такова высочайшая цель, вот Манджари Сэвы или Манджари Бабы. Вот эти понятия, это то, ради чего Господь Гаура Сундара, я читаю, она тогда с Бабаджи продолжает, воплощение Гаура Сундара, Рада и Говинда, воплощение блаженных развлечений, любви и глубочайшего вкуса. Господь Гаура Сундара, он давал вот эту Манджари Бабу, проповедовал всему миру этот сладостный вид поклонения, Манджари Бабу. Я хочу кое-что добавить. Я извиняюсь, дорогие, что я сегодня немножко в воинственном настроении говорю, потому что мы сегодня читали этот комментарий, мне не очень нравятся долгие рассуждения про материальные желания. Мне хочется всё связать с моей целью. А просто воевать с материальными желаниями и говорить, что они плохие и все прочее, мне интересно. Это меня угнетает. Это удаляет от Щемати Радик. А вот как сейчас Радаговинд объясняет, мне нравится. Это связано всё с Щемати Радикой, с моей сладостной целью. Я говорю, dear devotees, please forgive me if my words were, how to say, with fire, because there's really fire inside of me. Why? Because when I hear explanation, how bad material desires, how they stopping me or us and so on, so much material desires, material desires. This flame becomes bigger and bigger inside of me. I couldn't hear this. It's not interesting for me. I heard this 30 years in this corner, in Gawodemar. I tired from this. I know it's not helping me at all. I not left even one material desire by this or by hearing this subject. I want really, I need and want to connect everything with Щемати Радика. And now, how Радаговинда is explaining, I like it. He's connected everything to me in this explanation, how he's explained with commentary. Everything connected with my sweet world with Щемати Радика. I like it. Sorry if my words were so much fire inside. Как у нас говорят на Гаватхане, ну thank you. Одли Рады Рады. Да, удивительно, удивительно. Давайте вот, да, к чему мы ведем? Рупа, вот наши гурудеви, да, возлюбленные, чьи молитвы, да, сегодня мы читаем, сейчас, да, и вот погружаемся. Его дорогие спутники, да, Гаура Сундара, он пришел, да, да, он раздал, знаете, помните, он давал наставление, что я не могу, знаете, как, он же жил, горел, сгорал, там, до 40 лет, да, по-моему, Гаура Сундара, да. Он раздал вот этим своим ученицам, да, своим вот, Рады раздала своим Манджари, Рупи, Рагунатхи. И они проповедовали именно этот путь, Манджари Каву, своим совершенным примером своей жизни. То есть, да, это были их молитвы. Рупа, в форме Гаура Чандра, distributed to her Манджари, this message about the sweetness of service to Shemata Radhika, about her glory. And who is her servant? Рупа Гауслами means, in this word, as Gauru Чандра, who is following to him? Рупа Гауслами, Роганадас Гауслами, Сатми Гауслами, Джил Гауслами. All they are, all our parambra, all they are Mанджари, Shemata Radhika's Kimkaris, her maid servants. Да, и здесь я хотел бы тоже остановиться, да, два слова сказать, что вот принцип, да, причина прихода Гаура Сундры, да, вот такого воплощения. То есть, это Кришна. Кришна пришел узнать любовь Радхики, как она его любит. Да, потому что, находясь, скажем, там, в духовном, в духовном, да, вот во Вриндаване, он же должен принимать, Радхика не дает ему ни секунду расслабиться. Мы помните, возвращаемся на стих, мгновение, оплошность маленькая, она ему напомнит, она его не отпустит от себя. Да, потому что, в их лиле, в их кондугу, любовь лиле, Шемата Радхика не дает ему, не дает ему, не дает ему, не дает ему, не дает ему. Да, и поэтому Гауранга, да, вот Кришна пришел, да, он воплотился. И как Кришна, да, чтобы понять, принять эту любовь, научиться ей, почувствовать ее, и как Рада, и вот как Рада, да, своим последовательным Рупу, он в своих тинкере, которые также воплотились, да, вечные спутники, он им дал вот это знание, что раздайте, раздайте. И сейчас мы, по сути дела, с вами читаем чувство Радхики, да, это чувство Радхики, это чувство Кришны, как Рада его любит, от кого мы можем это узнать, кроме как нашей Гурдилы. И Кришна came to this world, this desire, to understand Шемата Радхика, her love for Радхики, and as Mahaprabhu, now, identifying himself as Radha, means Radha, is distributing this message of Manjari Baba to everyone, through her close Manjari, Rupa Manjari, Rati Manjari, Vilasa Manjari, Kasturi Manjari, through all these, her close, кинкере, Шемата Радхика, means in the form of Mahaprabhu, distributing this message about attractiveness of service to Шемата Радхика, attractiveness of her feeling, also in the form of this book. This book is immersed us, absorbed us in her feelings and feelings of her Mahaprabhu. — Да, Иоанна Тадас Бабаджи, последнее предложение, да, вот в этой такте закончим. Это мы еще так, представляете, мы фундамент, как в Саду Махарабhu, мы просто зашлиповали фундамент. Подождите, сейчас еще игра начнется, мы еще... — К сожалению, у нас по времени еще не получится, уже время... — Не, понятно, понятно, но мы перенесем, да, преданным, очень благоприятным, вот нам, как же нам этого достичь, как нам достичь? Иоанна Тадас Бабаджи, Расика Вайшна, говорит практикующим преданным, очень благоприятно слушать и воспевать, слушать и воспевать истории их баджана, поклонения вот рупы, рагунатхи, гауранги, их поклонения и любви к сламени. — Игорь Негода. — Now it's time is coming to finish our meeting, and Rada Govinda is telling, unfortunately, I couldn't came to the rasa of lila, which is described in the words. We just prepared our hearts from point of view of tattwa. We just prepared it. И с приготовлением Анатас Бабаджи Махарадж is finished by the next sentence. It is most beneficial for the practicing devotees to hear and chant the stories of their worship and their love, means Рупа Госвами, Рагуна Дас Госвами. Their stories. Рады, рады. Рады, рады. Может быть, кто-то есть дополнение. Анадамайушка, скажи ты два слова. Как ты? Рады, рады. Я так рада вас. Видите, слышишь, сегодня зажгли. Классно. Спасибо большое. Мне добавить нечего. Рады, рады. Рада Гавинда requested Анадамай to say something, and she told Oh, I'm so happy to hear and see you. Today was so inspired. I was so happy. I don't want to add anything. Может быть, у кого-то у Гавинда Махини или Ананта. Вот я вижу здесь Радха Роман что-нибудь добавить. Я просто хотела поблагодарить. Очень сегодня тема была затронута, хорошая, да, про то, что мы не делающие. Это очень актуально. Как-то вот иногда становится более актуальным, поэтому очень мне понравилось. мы расстраиваемся всегда, мне кажется, все, когда мало игр, мало погружаемся в сами Лилы, в чувства, но вот эта, как сказать, подготовка, о чём вы сейчас говорили, она порой действительно важна. И мне кажется, вот оно так не случайно устраивается, что иногда акцент смещается на это. Поэтому всё вовремя и большое спасибо. Мне сегодня очень были некоторые прям очень актуальны и внутри очень большой отклик был на эти темы, которые нам предложил Шелананта с Баба Джамакараджи, которые вы развили и приправили своим личным вот этим огоньком. Грина Махинь, а можете перевести свои слова для преданных на английский язык? Грина Махиньи? Она видимо что-то делает. Можно? Да, да, я могу. Я была очень благодарна для сегодняшнего класса и я просто хотела сказать, что иногда, да, я думаю, мы все very eager to listen to lilas, yes, to go deep into feelings of our divine couple in this lilas, but sometimes we need this preparation, this татва, this very rasika татва actually, yes, and today's татва, I felt that today tатва, for me, it was essential to hear today because we need to hear this from time to time and so maybe it's radical arrangements that we today we should hear these words of Shrila Nanta Das Babaji and with the feelings of our Vaishnavas who were leading today's doom, so I am very grateful and very inspired, thank you very much for today's sharing. I am I am I am thank you Gavinda Makhini thank you you there is a short summary I will tell you two words I will tell you that that we have to bring in your heart joy and not suffering or any anarchy у нас есть, или еще какие-то личные желания, даже освобождение, да, что рады, вот единственное, что надо сделать, это вот этот фитилек манджа Рибхавы, да, от наших гурудевов, да, от Рупы, от Рати, от Саду Махараджи, Ананта Дахбабаджи, да, от всех, от Шилы Прапупады, Нараяна Махараджи, вот этот, вот эту свеву, да, идя по их стопам, просто погружаться в эти игры, знаете, и это озарит, и эти все миражи уйдут, привязанности, аппаратхи, анардхи. Радаговинда is telling us a short summary, it's so necessary to bring inside our hearts, which is like cave, with the lamp of attachment to Shri Mati Radhika, the mood of Manjari, which is, which is create all auspiciousness in our life, in life, and due to this, disappeared all illusions with Mirage. Да, и знаете, как вдохновляющий для нас фактор, ну как я от этим вдохновляюсь, знаете, вот сегодняшней картиной, то есть, ну вот как, как мы же знаем, что солнце встанет завтра, встанет, ну не будет такого момента, когда оно не встанет, вот так же Радха, она войдет туда, войдет, ей новые служаночки нужны, нужны, и мы просто, знаете, мы... Есть такое высказание, самое темное время перед рассветом. На сцену выскочить, знаете, вот и все, да? Радха Рамат, скажи ты до вас слово. Ради, Ради, Дендават. Я хотел сказать, что... Ради, 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 Радха, пожалуйста. Рада Гавинда told what, if the night is dark, but we know this night will be end, coming to the end, and sun will arise, means Shimati Radhika will appear in our heart. And he requested to say something from... He requested Rada Raman to say something. Ради, Ради, искусственно, собственными усилиями невозможно поместить Радхику в свое сердце. Можно заразиться этим только от Расика Вайшнавов. Я хотел сказать, что огромное, ключевое значение имеет общение с Расикой Вайшнавами, что только из-за их сердца мы можем получить этот вкус, и этот вкус уже все остальные, все остальные вкусы вытеснит. Ради. Ради Раман is telling what we couldn't artificially bring Rada towards our heart, but it's naturally, Rada is naturally coming from the heart of Rasaika Вайшнава by hearing to the heart of listeners. It's happening naturally. What is why the association with Rasaika Вайшнава is so valuable? Поэтому надо бежать, стремиться к общению с Расикой Вайшнавами. Для нас это единственный путь. Ради, Ради. What is why to run to run towards Rasaika Вайшнава is our way, on the way.